Всем привет! В этом ролике я покажу, как я делал свой первый товар для выхода на Marketplace Ozone. Приятного просмотра! Итак, начнем. В принципе, перед вами уже представлены вроде как прототипы, но в принципе, более-менее плюс-минус продукт уже готов. Выглядеть он будет вот так. Это у нас полка-вешалка. Это у нас исполнение в МДФ со шпоном дуба. Бляха-муха! Это исправимо. Ну давайте попробуем еще. Это у нас вариант МДФ с дубовым шпоном. Толщина его 17 мм в чистовом варианте. Также были еще два варианта из 18-мм фанеры, но мы его сразу отмели, потому что достаточно громоздко и тяжело выделить полка. Также был вариант использования не вот таких черных металлических крючков, а сделать самостоятельно вот такие дубовые деревянные крючки. Но достаточно муторно и долго их изготавливать. На самом деле это простейшее изделие, но все равно оно занимает очень много времени. Поэтому, наверное, тоже я их отменяю. Если бы у меня получилось найти покупные такие крючки, было бы здорово. Но, к сожалению, я еле вот такие нашел. Ну, точнее, их полно, но по приемлемой цене пока только это. В прошлом ролике я показывал, как я делал вот такую подобную полку себе домой. Это также МДФ 17 мм. И в ней я использовал 2-мм кромку с клеевым слоем. Боже мой! Как же ее долго клеить? Подумал я и решил заказать себе кромкооблицовочный станок. Просто станка здесь недостаточно, поэтому пришлось докупить еще 25 кг клея низкотемпературного в гранулах. Также в Woodstock я купил 250 метров дубовой кромки толщиной 0,6 мм. Вчера я уже протестил станочек и, бог ты мой, в общем, если кто-то до сих пор, как и я в прошлом видео, клеит кромку утюгом или феном, заканчивайте. Это не дело. Довольно лирики. Теперь давайте покажу весь процесс производства полки с самого начала. Начнем с раскроя. Но перед тем, как начинать раскрой, мне приходится выравнивать поверхность моего жертвенного стола, потому как она уже вся испещрена всеми моими работами. И хотелось бы, чтобы плоскость была хоть более-менее ровная, потому что у меня станок, в принципе, и так с достаточным количеством погрешностей. Так что надо попытаться их хоть как-то минимизировать. Спустя 2 часа у нас есть ровная плоскость. Ну, условно, ровная плоскость. Сильно не удивляйтесь, что я устанавливаю такие маленькие листы для типа серийной партии для маркетплейса. Просто пока что нужно добить остатки МДФа, который скопился за все это время. Пояснимо. И вот это одна из половин. Которая будет служить самой полочкой. Так. Ну, а для второй части полки я уже установлю лист размером метр двадцать на девятьсот миллиметров. И посмотрим, как ЧПУ справится с такой нагрузкой. Небольшое пояснение. Сейчас буду резать вторую часть полки. И, как видите, у нее есть три отверстия под крючки. Хочется это сделать как-то максимально продуктивно. И поэтому сейчас я буду фрезеровать только паз, отверстие под конфирматы и выборку самой второй части. Почему не буду делать отверстия для крючков? Потому что продаваться будут четыре вида таких полочки. Это полка из пятнадцать миллиметровой фанеры. Один вариант с крючками, второй вариант без крючков. Просто полочка. И такая же схема будет для МДФ. То есть, одна полочка с крючками, одна без. Поэтому, думаю, будет продуктивно и логично, скорее всего, даже сделать полки без отверстий под крючки. А вот когда уже закажут конкретно такую полку с крючками, оперативно перед отправкой сделать три отверстия, закрутить крючки. Это, в принципе, занимает, не знаю, минут пять, наверное. И тогда уже упаковывать нужную, соответственно, полку. Вот так. Надеюсь, я правильно объяснил. Продолжаю нарезку. В общем-то, программа пишет, что обработка займет где-то час двадцать пять. И это только восемь штук одной части полки. Вторая часть, конечно, во-первых, занимает меньше места и побыстрее обрабатывается. Короче, как только закуплюсь материалом, надо будет проверить, сколько возможно сделать в день таких полочек. Вот это у нас вторая часть полки, которая является, собственно, самой полкой. И она у нас исполнена из МДФ 17 мм с обоих сторон, шпанированная дубом. Для вот этой же части, первой, основной, у нас используется МДФ также 17 мм. Но с одной стороны он шпанирован дубом, со второй же стороны он шпанирован, по сути, чем попало. Это вроде какой-то эвкалипт, но это, по сути, не важно. Это у нас задняя сторона, которую мы не увидим. Поэтому для ценообразования этой полочки надо не забыть просчитать именно отдельно вот эту часть и вот эту, потому что цена у них, соответственно, разная. Переходим на следующий этап, в который мы будем клеить кромочку. Станочек фирмы Кром, модель РКС Старт. В общем-то, я пока включу его, пускай он нагревается. Сам клей у нас выглядит вот так, в гранулах. И засыпается он вот в эту емкость. Тут, в принципе, еще есть. Ну, вон, досыпем. Ждем его полного расплавления. Включаем и ждем его нагревания. Замерим теперь деталь вторую. Сколько же уходит на нее. И таким образом на одну полочку у нас выходит 2 метра 18 миллиметров. Да, правильно? И таким макаром у нас выходит где-то 48 рублей чисто кромки на одну полку. Плюс, соответственно, нужен также посчитать и клей, который уходит на проклейку. Как вот это сделать, я, если честно, не знаю. Потому что мне, наверное, стоит посчитать, вот сколько полочек я смогу проклеить на одной такой заправке. Но, в принципе, я могу посчитать стоимость кромки с клеевым слоем. Я уже покупал ее. Она стоит также вот в стоке 44 рубля, если не ошибаюсь. То есть, в два раза дороже. Так что, в принципе, можем посчитать, как... Сколько это получается? 40... Сколько? 96 рублей. Если сейчас использовать его в таком режиме, то хоть они немножко прорезинены, но на моем LDSP они скользят. Поэтому я пока что заперплю станочек с трубцинкой. Потому что я уже пробовал, в принципе, я делал достаточно серьезное давление на обкаточный ролик. И станочек достаточно легко смещается. Но, как видите, хоть станочек прогрелся, гранулы еще все не растопились. Поэтому стоит еще немного подождать. Ну, получается, где-то на каждой трети, наверное, детальки, на краю, получается, шпон где-то отходит. Так что приходится подклеивать цианокрилатом. А после еще и забивать это все дубовой пылью. Ну, не знаю пока, как это обойти. Итак, детальки готовы. Станочек прогрелся. Включаем вращение. Как видите, здесь есть два винта. Они отвечают за регулировку количества клея на валах. Я сейчас крутить ничего не буду, потому что, в принципе, я уже все настроил. Мне кажется, я достаточный слой сделал. Сзади также есть еще один винт, который регулирует нажатие на нашу кромку для того, чтобы клей на кромке наносился равномерно. Не было никаких пропусков. И, в принципе, можно засекать время, за сколько я окромлю всю вот эту стопочку. Начинаем! На лицевой панели станка имеется дисплей с регулировкой температуры, а также имеется регулятор скорости подачи. Я за неимением опыта поставил процентов на 40. А максимальная возможная скорость на станке достигает до 6 метров в минуту. Первая есть. Начинаю я с середины детальки. И в ней же и заканчиваю. Есть небольшой момент. Из-за того, что моя деталька не такая широкая, то после того, как я проклеил, допустим, одну половину кромки и поворачиваю деталь, то уже наклеенная кромка попадает на столешницу станка. И, соответственно, эта кромка начинает приподнимать что-ли детали. Ну, короче, она становится не в плоскости стола. И поэтому, из-за того, что у меня кромка 19 мм, а толщина детальки 17 мм, у меня появляется большая вероятность того, что кромка может уйти. Не знаю, замечаете вы или нет, но здесь, соответственно, проклейка идет как детали, так и кромки. Но в моей, допустим, вот в этой детальке я не всегда могу, ну, как и в первой также детали, я не могу проклеить саму детальку клеем. То есть мне там не позволяет расстояние, либо вот криволинейность нашей модельки не позволяет это сделать. Так что, по сути, я чуть побольше вроде как сделал клея на саму кромку, поэтому я надеюсь, что этого должно хватать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok И, кстати, на этом этапе мы иногда можем заметить какие-то места, плохо проклеенные. Но, в принципе, нам ничего не мешает нагреть это все и поджать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все. Так, стоп-игра! Принял волевое решение. Полки из фанеры я откладываю в сторону, потому что меня это не устраивает. В чем прикол? Как бы все здорово, как будто неплохая полочка получается, достаточно современная. Но фишка в том, что если я использую в этой вешалке всю остальную фурнитуру, то есть, допустим, имеющиеся металлические крючки, то вся эта фурнитура стоит дороже, чем материал из этой полочки. Складывается впечатление, что как будто, не знаю, полка недоделана, что ли. Короче, все, что-то я долго разглагольствую. Конечно, я напилил уже, наверное, штук 15 их. Но, что поделать. В общем, я останавливаюсь все-таки на МДФ с дубовым шпоном. Как мне кажется, это и выглядит достаточно... Ну, я бы сказал, точно недешево выглядит. Буду делать в двух вариантах. Как просто полочку отдельно и полка вместе с вешалкой. Здесь еще три крючка будет черных. Короче, осталось ее покрасить и можно, наверное, упаковывать... Точнее, думать над упаковкой. Так, а сейчас, чисто ради примера, я покрою одну полочку лаком. И на этом остановлюсь. Все дело в том, что я планирую еще сделать небольшую покрасочную камеру. Ну, это прям совсем мини-коробка будет с вытяжкой. Чтобы весь процесс достаточно... Ну, ладно. Хоть чуть-чуть профессионально выглядел, чем, вот, например, сейчас. И небольшой апгрейд для моего краскопульта. В общем, у меня краскопульт фирмы Норберг. Мало что, наверное, говорит вам об этом. Скорее всего, просто китайский краскопульт. Выкрутил у него вот этот штуцер, который у нас для быстросъема. Также докупил фильтр-осушитель. Переходник для быстросъема на внутреннюю резьбу. И также переходник под... Я не знаю, как его назвать. Блин, переходник-переходник. В общем, вот такая система у нас получилась. Не то, чтобы это прям система. Но, в общем-то, конструкция выглядит вот так. Я немножко уже включил его, поработал, задул просто воздух. И, в принципе, уже скопился некий конденсат в этом фильтре. Так что работает. И, очевидно, полезная штука. Продолжаем. Продолжаем. Я в труде практически с открытой дверью работал практически на улице. Но, не знаю, камера она вряд ли передает, но дымка даже все равно остается в воздухе. Так что это точно нужно делать покрасочную небольшую камеру с вытяжкой. По нюансам. Вот, блин, не знаю, опять GoPro покажет или нет. Но здесь приличное количество капель воды. Фильтр отфильтровал. Извините за тавтологию. Короче, это точно полезная вещь. Все, что я делал раньше, неправильно. А камеру я планирую делать вот здесь. Прошел где-то час. Теперь я просто сбиваю губкой. Уже, в принципе, полностью затертый. Так что зернистый здесь, наверное, уже не так, чтобы чувствуется. Но вообще, типа, мне сказали 240-й и нужно сбивать ворс. Отлично. Итак, в общем-то, я еще раз за ночь обдумал это все. И да, полки из фанеры я исключаю. Помимо всего, я также сделал небольшую закупку фурнитуры. Это у нас подвесы вот такого типа. Также была небольшая закупка по крючкам. Что-то около 60 штук я купил себе. Данные крючки у меня идут в цене где-то... Ну, давайте скажу, около 100 рублей. Потому что там постоянно у них цена зависит от бакса. И меняется достаточно часто. Скажу вот так, около 100, одна штучка. Давайте, наверное, сразу установлю на одну полку три крючка. И посмотрим, как это выглядит. И, наверное, сразу сделаю пояснение. Что в комплекте с каждым таким крючком идут вот такие болтики в комплекте. И, к сожалению, их длина слишком большая. То есть, даже без зенковки, которую я сделал, а чуть позже поясню почему, толщины данного МДФ не хватает, чтобы затянуть данный крючок туго. То есть, он постоянно прокручивается. Я вот... А, все, я уже закрутил. И он болтается. Зенковка под все отверстия сзади нужна для того, чтобы обеспечить нам плотное прилегание полки к стене. Соответственно, я утапливаю и подвесы, и евровинты, и болтики под крепление. Поэтому мне нужно будет закупить еще отдельно болтики по тай. И, соответственно, после только этого наш крючочек затянется плотненько. И не будет мешать плотному прилеганию к стене. Евровинты я закупаю для мебели корпусной. И, в принципе, мне тут еще полно их. Но их также нужно будет просчитать. 4 евровинта на одну полку. Для каждой полочки, соответственно, нужно еще комплектовать один ключик под евровинт. Он у меня S-образный. И что, им же и закрутим сразу. Как раз проверим, как это вручную закручивать. Ну и, соответственно, еще к фурнитуре нужно будет добавить... Я пока что не нашел, где купить по нормальной цене. Это саморез и дюбель для крепежа нашего подвеса. Полочки должны быть все с универсальным креплением. Ну, не совсем универсальным, а точнее крепеж должен быть на одинаковом расстоянии. Как для вот этой полочки, так и для этой. И, соответственно, комплект к этой полочке должен будет идти трафарет. Трафарет в печатном виде. В общем, скорее всего, это будет какая-то полосочка с отметками, где нужно сверлить стену. Вот так вот. Ну и, собственно, представляю вам два вида моей продукции. Полочка настенная и полочка-вешалка также настенная. Собственно, на этом ролик подходит к концу. В следующем ролике я буду делать упаковку данной полочки. Опять же, напоминаю, что полочек будет несколько. И, скорее всего, они будут более-менее стандартизированы под один размер. Поэтому упаковочку нам также нужно будет сделать универсальную под всю продукцию. Ну и также в одном из следующих роликов мне обязательно нужно будет сделать мини-покрасочную камеру с вытяжкой. Потому как делать это так же вот в этом же помещении достаточно не то, короче. А на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем ролике. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok